всем добрый день вы на канале вязание тангелина озимок сегодня у нас вязание беретта яркие весенние для хорошего весеннего настроения вяжется очень просто сможет связать каждый предлагаю посмотреть и связать у меня вот такая пряжа детская бомбина шерсть плюс акрил 150 метров в 50 грамм я хочу вязать из двух то есть у меня получится 300 метров 100 грамм хорошая толщина у нас будет берет яркий весенний но там будет ажуры поэтому нужно пряжи чуть-чуть по толще чтобы все-таки она была теплая делаем кольцо и в кольцо провязываем 20 столбиков крючок у меня номер четыре с одним накидом 20 в первом ряду мы набираем 20 затягиваем в следующем ряду из каждого столбика мы вяжем 2 получаем 40 и начинаем вязать узор 20 сейчас в следующем ряду 40 начинаем вязать узор провязали набрали 20 столбиков затянули ниточку хорошо чтобы не было у нас никаких просветов самый первый столбик соединительный столбик сделали присоединились и теперь в каждом столбике нам нужно провязать 2 то есть вот такая теория из 20 нам нужно сделать 40 чтобы потом начинать вязать основной узор в каждом столбике провязываем по 2 столбика с одним накидом так мы провязали 20 столбиков потом 40 основу нашу и еще один ряд которым будем делать прибавки вязать очень скучно но потом чтобы все это выглядело красиво уже прибавки делать не будем вот один рядочек еще бабочка нам надо сделать соединили столбики 3 воздушные петли провязали и в этот же столбик вяжем столбик с одним накидом 2 столбика в следующий столбик тут все внимательно столбик без накида 2 воздушные и и сюда же это у нас просто при бабочка потом все будет проще и легче в это же место два столбика с одним накидом 1 2 следующий столбик с накидом даже без накида 2 воздушные и в это же место в это же 2 столбика с одним накидом сам узор вот он простой вот такой повтор два столбика столбик без накида но пока это все будет скучно выглядеть будет непонятно но первый ряд вяжем таким образом столбик без накида 2 воздушные и в это же место в камни еще два столбика с одним накидом 1 и 2 вот у нас такие сами получаются гребешки вот такая у нас получается красота непонятная но все абсолютно правильно столбик без накида 2 воздушные 2 столбика и заканчиваем вязание мы свяжем столбик без накида 2 воздушные а помните мы на с вами начинали у нас было два столбика вот они у нас есть и присоединяемся не в 1 а во 2 переворачиваем мы всегда будем переворачивать воротными рядами иначе узора не получится перед нами арочка вот арочка есть здесь здесь за арочку за это вяжем столбик без накида и 2 воздушные это у нас как столбик с накидом и за эту арочку еще столбик с накидом весь узор у нас вот такой будет два столбика с накидом потом вот у нас два столбика идет 1 пропускаем 2 мы вяжем не за головку а за сам столбик рельефный рельефный вот у нас столбик без накида 2 воздушные как и было и за арочку у нас арочка из воздушных петель мы вяжем столбик с накидом 1 и 2 все точно так же как мы сейчас с вами вязали два столбика с накидом смотрим вот у нас два столбика 1 пропускаем 2 рельефный столбик 2 воздушные и за воздушную арочку столбик с накидом 1 и 2 вяжем те же наши как вот у нас были вот эти вот красивые арочки все точно так же все повторяем но уже не скучно уже хорошо первый столбик пропустили 2 вот он у нас столбик рельефный 2 воздушные за воздушную арочку два столбика 1 и 2 и повторяем все ряды абсолютно одинаковые начало одинаково все это будет двухстороннее вязание красивая два столбика провязали впереди у нас два столбика 1 пропускаем 2 рельефный столбик за 2 2 воздушные 12 и за воздушную арочку которую у нас вот она есть два столбика вязание совсем не сложно можно поставить видео на медленную скорость просмотра вот все вязание все видно все хорошо все время делаем повтор давайте попробуем я провязала второй ряд вот смыть и самое главное запомнить нужно что мы всегда должны заканчивать провязали два столбика вот у нас два предыдущего ряда рельефный столбик без накида и 2 воздушные вот на этом моменте мы до заканчиваем ряд обязательно 2 воздушные петли вот наши столбики изначальные воздушные петли и столбик в первый столбик мы присоединяемся разворачиваем вязание и перед нами арочка всегда должно быть так за эту арочку мы вяжем столбик без накида и две воздушные это у нас столбик раз два и вяжем второй столбик вязание она одинаковая но начало и конец нужно обязательно запомнить первый столбик мы пропускаем потом дальше вяжем рельефный 2 воздушные за арочку столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2 рельефный столбик все вяжем абсолютно одинаково и все получается красиво и интересно самое главное самое главное это вы должны запомнить что при повороте вот мы с вами тут вяжем два столбика столбик без накида 2 воздушные петли и вот у нас самый конец мы присоединяемся в том моменте где у нас две воздушные петли присоединяемся есть сложно запомнить вот этот момент то столбик без накида провязали и две воздушные это первый столбик которому мы будем присоединяться поставьте здесь маркер чтобы не путаться где первый столбик и к чему нужно присоединяться и провязали 2 то есть вот за это место вот зовут это столбик мы вяжем столбик без накида 2 воздушные петельки и присоединяемся вот сюда два столбика провязали рельефный лицевой и 2 столбика за арочку то что здесь у нас пока идут волны вот это все она так и должно быть потому что берет у нас должен мы сейчас будем вязать 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 он путь все время распрямляться и по итогу получится то что и должно быть у меня если посчитать вот эти вот волнушки получилось 40 волнушек мы с вами набирали 40 петель 40 столбиков помните два сначале в 40 прибавить и меня 40 волнушек так получилось 40 вот это для берета вот этой толщиной такой ниточкой хорошо теперь наша задача мы ничего не меняем не прибавляем не путаем мы просто вот таким узора вяжем на 25 сантиметров среднем берет практически 125 сантиметров иногда чуть больше ну 27 и потом начинаем сокращать вот что у меня получилось волны разошлись немножечко может быть осталось чутка и получился вот такой берет мы с вами провязали 25 сантиметров померили как на голове обычно 20 сантиметров в высоту хватает то есть мы складываем измеряем вот таким образом два сантиметров должно быть после того как все связано теперь надо связать резинку 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 вяжем на лицевой стороне уже не переворачивая вот наши последние столбики я присоединилась помните да мы с вами провязываем два столбика присоединяемся вяжем рельефный столбик и в самое начало присоединяемся теперь как я думаю вязать резинку я думаю вязать уменьшать мне ничего не нужно поэтому я вот между столбиками сейчас наберу один два три я думаю между столбиками набрать ряд вот сюда столбики с одним накидом между вот по факту сколько их есть буду набирать и следующему ряду вязать рельефные столбики с вами вязали рельефный столбик без накида а теперь я предлагаю связать резинку рельефными столбиками вот пока просто столбики набираем рельефными столбики лицевой изнаночной это будут нас резинка как вот так вот про вяжем резинку воздушная петля и за столбик рельефный прям за сам столбик вяжем лицевой за столбик изнаночный если вы набрали первый ряд померили по голове и вам кажется что резинка большего то то можно всегда сделать допустим раз два три четыре столбика вяжем опять издваиваем то есть два столбика вяжем как один и опять 4 вяжем 5 издваиваем то только в первую рту под потом померите по своей голове если резинка устраивает ты ладненько если нет может что-то еще надо упалить рядочка 3 дня пряжа очень толстая рядочка 3 вполне хватит для резинки 3 же дочка я провязала и уже резинка моя готова и соответственно берет вот такого плана кстати говоря теплый узор несмотря на то что у нас там воздушные петельки были прям плотной теплые такое за счет пряжи все-таки то что пряжа шерсть плюс акрил два сложения можно связать потоньше будет тоже интересно более весеннее у меня такой тепленький получился берет расход пряжи 150 грамм это норма на берет на шапочку 100 на берет чуть больше вот такая у нас тема еще не лето то есть берет еще может пригодиться надеюсь видео вам понравится будет полезным и вы свяжите такую красоту которая вяжется очень очень просто согласитесь раппорт узора всего лишь один рядочек который повторяется но за счет поворачивания поворотных рядов получается такая красота огромное спасибо если досмотрели ролик до конца подписываемся на яндекс youtube рутюб телеграм и вяжем вместе со мной до новых встреч пока пока